С Путиным вы встречались лично? Я умолчу об этом. Скажем так, за время его президентства ни разу. Он знает, что вы о нем знаете и говорите? Не знаю. До вас долетало что-то? Скажем так, может быть, я допускаю, что он об этом знает, но он точно не придает этому значению. Я бы так сказал. То есть я для него не тот субъект, который ему интересен. Ни как сторонник, ни как оппонент. Один из российских руководителей, хоть и бывших, но недавно руководителей, на полном серьезе уверял меня, что у Путина есть двойники. И они ездят на не очень значащие мероприятия, где просто нужно Путину появиться вместо него. Я допускаю это. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть твердую эту версию, но допускаю. Потому что Путин часто отсутствует на мероприятиях, где он официально присутствует. Цитирую вас. Официальная биография Путина – ложь. То есть, насколько я знаю, вопросы и по матери есть его, и по отцу. Есть. Я не хочу сказать, что это полная ложь. Но там вопросы остаются, на которые ответы мы получим только спустя годы. Что отец Путина не отец Путина, и что мать до сих пор где-то в Грузии живет. Ну, уже даже по этой версии не живет в Грузии. Но жила в Грузии. Да, такие версии существуют. Но, опять же, не могу точно ничего утверждать по этому поводу. Я лишь говорю о наличии таких версий. Опять-таки, вы сказали, что Путин был рогоносцем. Жена ему изменяла. Нет, это немножко мисинтерпретация этого дела. Жена не изменяла им. Она, вероятно, имела других мужчин уже значительно после того, как они де-факто разошлись. То есть, вот в последние годы перед разводом. Но Владимир Ванючин уже не жил 10 лет перед разводом, поэтому это нельзя назвать изменой в классическом смысле слова. Продолжение следует...